Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работает Сергей Уланов и Аиша Киреева. И в начале выпуска коротко о главном. Интернет только для взрослых. В Казахстане предлагают запретить детям регистрироваться в социальных сетях без согласия родителей. Нацбанк крышует банки второго уровня. Депутаты возмущены положением дел в финансовой сфере. Научиться говорить по-казахски можно лишь, погрузившись в языковую среду. Об этом заявили представители депутатской группы НТМАК. Праздник для цветов жизни. Уральск отметил День защиты детей. В Казахстане предлагают запретить детям регистрироваться в социальных сетях без согласия родителей. Другой запрос касался профилактики ранней беременности у подростков. Третий запрос напомнил чиновникам, как наших детей годами убивают ядовитые игрушки. Как вы успели заметить, многие депутатские запросы в адрес правительства касались прав детей. Можелесмены напомнили чиновникам, что именно сегодня, в День защиты детей, придется ответить на неудобные вопросы. Депутат из ЗКО Абсатиров привел шокирующие данные. Буквально на днях в сети появилась информация о запланированных через соцсети на минувшую ночь массовой акции самоубийств среди подростков под видом игры. По его словам, другой зоной риска соцсетей для подростков являются материалы, пропагандирующие террор и даже вовлечение в радикальные секты. Также крайне негативным является влияние материалов, направленных на развращение несовершеннолетних, провоцирующие их к нездоровому сексуальному поведению. Так, на конец 2015 года участниками страниц в социальных сетях, пропагандирующих культ суицида, являлись 1863 несовершеннолетних казахстанца. По данным международных организаций, Казахстан уже 10 лет входит в тройку лидеров среди стран мира по числу суицидов среди подростков. В отчете ЮНИСЕФ за 2013-2014 годы говорится, что Казахстан в течение нескольких лет входит в группу стран, в которых суицид является одной из основных причин смертности среди подростков и молодежи. А депутат Балиева напомнила, что наши дети играют в опасные игры. Так, на основе лабораторных исследований в ряде игрушек обнаружили фенол, формальдегид, свинец и даже ртуть. Эти яды могут вызвать токсичное отравление и даже могут оставить ожоги на коже. Большая часть ядовитых игрушек производится в Китае. И это самый ходовой товар, в первую очередь из-за цены. Сама по себе игрушка сразу вреда не приносит. Канцерогенные вещества будут накапливаться годами и могут вылиться в заболевание. Даже если родители пойдут в суд, они не докажут, что ребенок играл в определенную игрушку. Безусловно, контрафактные детские товары, в частности детские игрушки, оказывают негативное влияние на здоровье ребенка. И как следствие приводят к разным видам аллергических и иных видов заболеваний у детей. Из всех видов контролируемой продукции игрушки остаются самой неблагополучной продукцией. Депутат Макен также привел шокирующие данные и тоже про детей, но немного из другой сферы. 33 тысячи случаев беременности среди подростков зарегистрировано в стране за 5 лет. То есть растет количество девочек, которые не окончив школу пополняют ряды замужних. И это лишь скромная статистика. Настоящее количество гораздо больше. По мнению экспертов, такая ситуация происходит из-за того, что подростки рано начинают половую жизнь. Общество позабыло о пропагании национального воспитания. Поэтому молодежь, благодаря интернету, наслаждается зарубежным воспитанием. В последнее время достоянием общества стали вопиющие факты, вызвавшие огромный резонанс в нашем обществе. Это случаи с новорожденными детьми, выброшенными в туалетные ямы и на мусорные свалки в Таразе, Актубе и Жизказгане. За последние 5 лет зарегистрировано около 10 тысяч абортов среди девочек от 15 до 18 лет. В процентном соотношении эти данные вдвое-втрое превышают подобные показатели стран Западной Европы. Ранее беременность ведет к возникновению многих проблем со здоровьем у юных девушек. А это, в свою очередь, ведет к летальным исходам. Только в развивающихся странах ежегодно умирает около 70 тысяч подростков. Несмотря на то, что в Казахстане брачный возраст составляет в среднем 24 года, возраст начала сексуальной жизни подростков снижается. Причем интенсивнее это происходит среди девушек 14 лет. Нацбанк напоминает крышевание банков второго уровня. Такое заявление в Можилисе сделал депутат Теникеев. Парламентарии рассматривали законопроект о платежных системах. По словам Можилисмена, главный банкир страны вносит высший законодательный орган страны в основном антинародные законы. Как обычно, мы принимаем законы, чтобы облегчить жизнь банкиров, сказал он. Тот же закон об исламском финансировании, закон о страховании, который лишил регрессников выплат за потерю здоровья. Закон о коллекторской деятельности, который не нужен ни народу, ни юридическим лицам, заметил депутат. Далее Можилисмен задал вопрос не по теме совещания и тут же объяснил почему. Потому что мы видим первых руководителей, как народы севера солнца в полярную ночь, заметил депутат. По его словам, Нацбанк должен увеличить банкоматы и лишь потом приходить в парламент с новым законом. Вы постойте в этой очереди, вы узнаете столько нового и лестного о себе, и все банкиры, которые устанавливают эти банкоматы. Для того, чтобы принимать этот закон, вы расставьте вначале достаточное количество этих банкоматов. Ваше мнение? Что скажете на критику? Вы согласны? Вы правы? Я не могу. Это мнение депутата, парламента. Это его личное право, это его личная оценка. Поэтому я еще раз говорю, мы оцениваем очень позитивно поддержку Можилиса, что в первом чтении единогласно приняты оба законопроекта. И основной закон по платежах и переводах, и сопутствующий закон, который вносит изменения во многие законопроекты. Поэтому я обращаю внимание только в данном случае на позицию депутатов, которые выражены через голосование. Научиться говорить по-казахски можно лишь погрузившись в языковую среду. Об этом заявили представители депутатской группы «Энтемак». В состав ее вошли депутаты областного маслехата и руководители этнокультурных объединений. Основным на повестке дня стоял вопрос укрепления межэтнического согласия и общественно-политической стабильности в республике. Депутатская группа «Энтемак» – это добровольное объединение депутатов областного маслехата, представителей политических партий и этнокультурных объединений. Основной целью ее является участие в реализации посланий президента республики Нурсултана Назарбаева. Согласно плану каждое заседание группы – работа по обсуждению важных для развития общества вопросов. Основным на этом заседании стал вопрос укрепления межэтнического согласия и наряду с этим статуса государственного языка. Участники заседания высказали мнение о том, что повысить уровень знаний казахского можно лишь в определенной языковой среде. В первую очередь это касается молодежи, подчеркнули они. У меня вот внук учится в седьмом классе, я с ним тоже периодически пытаюсь по-казахски разбираться. Я говорю, ну что мне твоя четверка-пятерка? Ты вот текст можешь прочитать, перевести? Прочитать могу, перевести. Участники группы не обошли стороной и земельный вопрос. По мнению депутатов, земля – это лишь повод к разжиганию розни и подрыву согласия между народами, проживающими в Казахстане. Наша работа не за этим круглым столом должна быть, а наша работа должна быть с массой. Мы должны в массе работать. Это наше долг, это наша задача. Мы должны в массе объяснять ценность того, что у нас сегодня есть, того, что мы сегодня имеем. И мы не должны позволить какому-то ля-патриоту сегодня морочить голову нашим гражданам. Вот это вот движение, которое сегодня началось в Астане, в Алма-Ате, это нездоровое движение. Это мы уже проходили в 90-х годах. Оно было. Но оно, к сожалению, не направлено на оздоровление нашего общества. Оно направлено на подрыв нашего общества, на подрыв нашей системы, на подрыв нашего суверенитета. Также в ходе заседания избрали двух заместителей – председателя и секретаря группы. Заместителями стали депутат областного маслехата, председатель правления Корейского этнокультурного объединения Максим Пак и депутат областного маслехата от партии АКЖО, заместитель директора ТОО ПСП «Серик» Оскар Меркалиев. План работы на 2016 год. Предлагаю проголосовать и запротоколировать решение. В плане графика большой перечень работы, среди которой проведение благотворительных акций, выездные заседания по разъяснению кодекса о земле, решение проблемы развития языков. Марина Горбук, Доурин Досимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Сегодня состоялось торжественное открытие частного детского сада «Айлин». Новое дошкольное учреждение появилось в районе диагностического центра. Аким Гордон, Ариман Турегалиев, отметил, что с помощью государственно-частного партнерства до конца года обеспечат еще 500 городских детей местами в частных детских садах. Детский сад «Айлин» принял первых малышей уже в марте 2016 года. Когда-то в здании дошкольного учреждения находилась больница. Но при помощи вложенных 10 миллионов тенге все перестроили, и появился вот этот детский сад. 1 июня девчонок и мальчишек развлекали веселые аниматоры. Пользуюсь государственной программой «Балапан». За счет государственного заказа открыл детский садик. На сегодняшний день детский сад расшит на 100 детей. Сегодня она приняла уже более 50 детей. Открыл на 10 человек новые рабочие места. Сейчас в очереди в детские сады насчитывается 17 тысяч детей. В 2015 году по городу открылось 7 частных детских садов. В них по госзаказу воспитывается более 400 детей. Государство возмещает от 16 до 18 тысяч тенге в месяц за одного ребенка. Мы в очередь так в итоге не попали по очереди, в очередь не подошла. Я искала, помню, подходящий детский садик. Вот увидела вывеску, по разговору, пообщалась. Мне, в принципе, так понравилось. Начала водить ребенка. Далеко от вас от дома? Ну да, жезера. Но оно того стоит. Сейчас городской Акимат подну уже более 10 заявок предпринимателей на открытие дошкольных учреждений. Это виновница этого бизнеса, как говорится. С рождения внучки у меня возникла идея открыть ясли сад и помочь молодой семье встать на ноги, поддержать их. До конца года очередь детские сады при помощи предпринимателей должна сократиться на 500 человек. Роман Копняев, Айбуладжи ГПР, Александр Грабрев, ТДК-42. Пусть всегда будет солнцем. Под таким девизом в Доме дружбы Ассамблеи народов Казахстана Западно-Казахстанской области прошло праздничное мероприятие с участием детей дошкольного возраста. Подробности в сюжете. 1 июня – Международный день защиты детей. По всему городу в честь этого события проходит масса мероприятий, одна из которых состоялась в Доме дружбы. Здесь маленьким почемучком устроили праздничный концерт их старшие товарищи – ученики школ города. Сегодня мы первый раз проводим на летней площадке в Доме дружбы вот этот большой праздник, праздник детей. Рядом с нами находятся два детских садика. По договоренности с руководством сегодня 100 человек детей – это будущие выпускники, присутствуют на нашем большом празднике. Но праздник не обошелся без конкурса, где совсем юные ребятишки взяли в руки мел и продемонстрировали свои художественные таланты. В стихах они выразили благодарность родителям за подаренную жизнь. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Кроме этого, была организована выставка рукоделия в Доме дружбы, где выставлена работа детей. Дети разной нации, но у всех огромное сердце, все дети здесь счастливы и под такой крышей огромной, красивой, обитают много-много разных людей с такой чистой, под открытым, чистым небом, мирно, счастливо, хорошо, дружно. В завершение самым талантливым художникам вручат грамоты, ну а всем детям сладости. Рустам Ашарипов, Мохаммед Консултанов, Рустам Джумаш, телеканал ТДК Сур-2. За один день 11-летний подросток обворовал несколько машин. Внимание несовершеннолетнего привлекали портманы, оставленные на видном месте. Более подробно об этом и многом другом расскажет мой коллега Олег Великий в еженедельной рубрике «Криминальная хроника». Сейчас он присоединяется к нам в студии. Олег, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Сергей. Спасибо. В день задержания мальчишке буквально за два часа удалось обокрасть два автомобиля. Делал он это, как сообщили полицейские, путем подбора ключей. Несмотря на свой столь юный возраст, он уже состоял на учете как вор. Из салона автомобилей он вытаскивал портманы. Как выяснилось позже, в них находились деньги и документы. Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями был установлен и задержан 11-летний житель города. Учится, но в четвертом классе он уже дал признательные показания. Но ввиду того, что вор не достиг совершеннолетнего возраста, мы не можем привлечь его к уголовной ответственности. Уральским полицейским понадобилось всего пять минут на то, чтобы раскрыть преступление и задержать преступника. О факте грабежа в полицию сообщила пенсионерка. Женщина рассказала, что шла по улице. Как вдруг неожиданно к ней подбежал молодой человек, сорвал с нее золотую цепочку и убежал. Потерпевшая описала грабителя и указала направление, в котором он скрылся. Полицейские центры оперативного управления увода города Уральска в камеру видеонаблюдения увидели худощавый силуэт, убегающий в указанном районе, куда был направлен экипаж батальона дорожно-патрульной полиции МПС увода города Уральска, который задержал злоумышленника по горячим следам. Грабителем оказался 27-летний житель города. Трое неизвестных лиц в Уральске совершили насильственный половой акт. С заявлением на преступников обратилась потерпевшая, гражданка Б, 1987 года рождения. Полицейские оперативно разыскали обидчиков. Преступление было совершено возле сауны Рахат, прямо в сауне автомобиля БМВ. Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями были установлены и задержаны трое лиц, двоим из которых чуть более 20 лет и третьему 24 года. И на этом у меня все. Это были самые заметные события с начала этой недели. Сергей? Спасибо, Олег. А мы продолжаем наш выпуск. Сегодня весь мир отмечает Международный день защиты детей. На базе Центра культуры и искусства имени Кадер Морзали прошло праздничное мероприятие под лозунгом «Мы вместе». Подробности в следующем сюжете. Первый Уральский амфитеатр вместимости более тысячи мест сегодня был переполнен маленькими жителями нашего города. Праздничный концерт был посвящен Дню защиты детей. Параллельно с концертом проходили конкурсы на лучший рисунок своей страны. В этот праздник я участвую в конкурсе рисунков и нарисовала в этот праздник горы. Смех, радость и счастливые глаза, громкие аплодисменты. Так дети выражали свои эмоции от этого концерта. Поздравляю всех с Днём защиты детей. Спасибо, что организовали этот праздник. Чтобы все учились на пути, желаю всем здоровья и счастья. В завершение Аким города на ремонт у Регалеев поздравил всех детей с праздником, пожелав им быть настоящими патриотами своей Родины. 1 июня мы каждый год отмечаем замечательный праздник. Поэтому разрешите от имени Акимова области Алтая Сидировича поздравить вас с замечательным праздником, с Днём международным Днём защиты детей. Ну а все дети получили не только заряд положительной энергии, но и сладкий десерт в подарок. Рустам Мажерипов, Мохаммед Консултанов, Рустам Джумаш, телеканал ТДК-42. Праздничное мероприятие прошло и в медико-социальном учреждении Шапагат. Там на дневном пребывании находятся дети в возрасте от полутора до восемнадцати лет. Все они страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. К празднику в учреждении установили подъемник. Это должно облегчить транспортировку детей. Ведь они не могут самостоятельно передвигаться, размышлять и разговаривать. А теперь ну-ка давай. Жили все котятки, мыли лапки. 13-летняя Гульнас только учится разговаривать. Таких детей в медико-социальном учреждении много. Чтобы хоть как-то облегчить им жизнь, целыми днями с малышами, страдающими ДЦП, умственной отсталостью занимаются психологи, дефектологи и педагоги. В обычных детских садах и школах они, естественно, обучаться не могут. Но учиться хотя бы немного говорить и самостоятельно себя обслуживать уже большое достижение. Медико-социальное учреждение «Шапогат» функционирует в Уральске с 2009 года. Но изначально здание не было предназначено для специального учреждения. Детей приходилось переносить вручную. Недавно руководство решило установить подъемник. У нас была большая проблема с перемещением детей с ограниченными возможностями, так как группа находится на втором этаже тоже. Поэтому очень большая проблема была и для нашего персонала, и для родителей. Каждый день спускать, поднимать, особенно в зимнее, летнее время, и выводить детей на прогулку. Проблема назрела, и мы решили установить приспособление хоть какое-нибудь, но и поиски по интернету остановились на подъемнике, который более как-то подходит к сооружению, не проводя каких-то реконструктивных строительных изменений. На установку подъемника, по словам директора, понадобилось около 2 миллионов тенге. В общем, на работу в учреждении из бюджета в текущем году было выделено порядка 65 миллионов. В честь праздника новую технику торжественно продемонстрировали детям и взрослым. Сегодня учреждение рассчитано на 45 детей, но находится здесь 53 ребенка. Здание центра Шапогат – бывший пристрой 31-й школы. И всем стандартам для содержания детей с ограниченными возможностями оно не соответствует. Хотелось бы, чтобы был стандартный, соответствующий с НИПом здание в настоящее время. Но мы приспосабливаемся, максимально стараемся создать все условия, чтобы улучшить качество жизни наших детей. Стоит отметить, что в республике этот центр один из немногих, где дети могут находиться днем. Поэтому создание всех необходимых условий для этих ребят просто необходимо. Марина Горбук, Дорин Досиньбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. В Шенкенте начался суд по резонансному делу врачей, которые обвиняются в продаже новорожденных. За совершение данного преступления медики были арестованы в июне прошлого года. Тогда прокуроры заявили, что двое бывших сотрудников областного перинатального центра продавали бездетным семьям младенцев, от которых по разным причинам отказывались родители. Первое судебное заседание по громкому делу состоялось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Процесс проходит в закрытом режиме. Служители Фемиды отказались предоставлять журналистам какую-либо информацию до оглашения приговора. В Казахстане неплатильщики алиментов будут ограничены в правах. В частности, неплатильщики будут лишены водительских прав. Под запрет попадут и права казахстанцев на охоту и рыбалку. Сегодня 70% разведенных казахстанцев не платят алименты. Из них 30% уклоняются от уплаты. Оставшиеся 40% проблемные, то есть находятся в розыске. Добровольные алименты выплачивают только 30%. У них сумма удерживается с заработной платой. Ограничение прав неплатильщиков позволит решить данный вопрос. В Атараусской области продолжают расчищать от мусора берега реки Урал. В городской черте его в основном оставляют отдыхающие, а в сельской местности приходится собирать борелом, принесенный течением во время паводка, и старые рыболовные сети, которые представляют огромную опасность для рыбы. В общей сложности вывезли более 23 тонн мусора. Акция, инициированная областной территориальной инспекцией лесного хозяйства, длилась месяц. За это время участие в ней приняло около 300 человек. Это работники госорганов, жители, студенты. Сегодня, 1 июня, открылась первая смена в загородном детском лагере «Атамикен». Планируется, что в нем за время каникул отдохнут более полутора тысяч детей. На организацию летнего отдыха из бюджета выделено 46 миллионов тенге. 1 июня – это не только праздничный день, но и дата старта большой работы по обеспечению летнего отдыха. В дни каникул в 43 школах города откроются пришкольные лагеря с питанием. В них отдохнут более 5,5 тысяч детей. Более 10,5 тысяч школьников проведут каникулярное время в пришкольных центрах без питания. В лагере «Атамикен» 570 детей будут обеспечены бесплатными путевками. 230 детей. Вот первый поток идет. Это дети, часть из малообеспеченных детей, детей, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи дети. А также это в основном дети наши, отличники, талантливые дети, которым идет за счет бюджета 50% льгота, скидка. Стихи, песни и танцы. Даже съемочная группа «ТДК-42» не смогла устоять на месте и пустилась в пляс. Всего по области летним отдыхом планируется охватить 77 тысяч детей. Здесь много детей. На счетах будет интересно. Мы будем ездить в всякие бассейны. У нас будет много конкурсов. Будет интересно, я думаю. В этом году большое внимание будет уделено трехязычию. Дети будут отдыхать и параллельно изучать казахский, английский и русский языки. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабарев, «ТДК-42». Западно-казахстанский филиал Демократической партии Казахстана Акжол устроил праздник детям из многодетных семей. Для них организовали сладкий стол и устроили праздничное представление. Филиал Демократической партии Казахстана Акжол постоянно устраивает разнообразные акции и благотворительные мероприятия. На этот раз гостями праздника стали самые маленькие уральцы. Они весело и непринужденно играли и получали удовольствие от общения с клоунами и сказочными персонажами. Были приглашены 9 семей многодетных, от 4 до 8-9 детей в семье. На данный момент пришли 6 семей и около 23 детей сейчас у нас здесь. Детишки из многодетных семей показали, что они самые активные и дружные. Ведь с самого юного возраста они чувствуют ответственность за братьев и сестер. Спасибо всем, кто здесь работает. Здоровья им, счастья. У меня четверо детей. Двое близняшки. Я сама живу в Жилаеве. У меня 8 человек детей. Нам в партиях ЖОЛ фактически регулярно оказывают помощь. Нас пригласили сегодня на праздник. Но так как мои младшие дети остались дома, вот только вот она и остальные все старшие. Конечно, спасибо за такой праздник для детей. Спасибо партии АКЖОЛ. Сегодняшний праздник получился очень хороший. Здесь были клоуны, мы рисовали, участвовали в конкурсе. Ну, спасибо за праздник. Подобные акции ДПК АКЖОЛ будет проводить на постоянной основе. В Уральске прошли городские соревнования по гребле, посвященные Дню защиты детей. В детско-юношеской спортшколе подготовили двух участников будущей Олимпиады в Бразилии. Но проблем хоть отбавляй. Дети вынуждены кататься на лодках, которые уже давно выработали свой ресурс. Водную гладь реки Чиган в парке культуры и отдыха рассекают лодки, байдарки и каноэ. Как отмечают специалисты, водоем прекрасно подготовлен для проведения соревнований. При комплектации его водными дорожками здесь можно проводить гонки международного уровня. Но инвентарь изношен до предела и морально устарел. Последний закуп лодок был 10 лет назад. Хотя, в общем-то, срок эксплуатации не более 5 лет считается. То есть уже два срока, считайте, мы работаем. Нехватка вот этого спорта инвентаря не дает возможности нам более широко развивать этот вид спорта. За 60 лет существования детско-юнерской спортшколы «Погребли» здесь подготовили десятки членов сборной команды Казахстана. Чемпион мира Александр Акунишников и олимпийцы Алексей Дергунов и Андрей Ергучев тоже тренировались здесь. Они являются примером для молодых спортсменов. Количество лодок у нас на базе небольшое, всем не хватает. Но все же вот у нас с моим партнером по двойке самые такие лучшие. Когда мы вначале пришли в этот вид спорта, оказалось, что трудно. Видели, как девочки, пацаны гребли. Мы попробовали для интереса вначале, а потом уже нам понравилось. Мы полюбили этот вид спорта и у нас уже есть цели определенные. Мы хотим достичь всего-то высокого и стать чемпионом по гребле. В июне этого месяца пройдет республиканская спартакиада среди школьников. Но у воспитанников Дюшша нет средств для поездки на турнир. Поэтому о громких победах здесь остается только мечтать. Роман Копняев, Айбулат Жигипар, Рустам Джумашев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте. www.tdk42.kz Всего вам доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена бутиками Промот и Купер. Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». Прогноз погоды на четверг, 2 июня. Уральск. Плюс 12, плюс 21. Октау. Плюс 13, плюс 21. Актубе. Плюс 13, плюс 19. Атарау. 18 градусов ночью, 24 градуса тепла днем. Кукшитау. Плюс 2, плюс 13. Кустанай. Плюс 4, плюс 16. Казаурда. 20 градусов ночью, 32 градуса выше нуля днем. Павлодар. Плюс 4, плюс 15. Петропавловск. Плюс 3, плюс 14. Талдукурган. Плюс 15, плюс 25. Тарас. Плюс 19, плюс 31. Усть-Каменогорск. Плюс 10, плюс 19. Караганда. 10 градусов ночью, плюс 18 днем. Шимкент. Плюс 20, плюс 33. Алматы. Плюс 22, плюс 27. В столице республики Астане 5 градусов ночью, плюс 17 днем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!